Дом Пес сам выбрал себе напарницу. Сейчас Флейм успешно работает по направлению поиска наркотиков. С маленькими сложнее, потому что им хочется играть, не хочется заниматься. Это долго очень, нервов очень много надо. Сейчас уже более послушный, но так как ему все еще два года, все равно хочется играть где-то непослушный, но легче со взрослым. Потому что уже понимает интонацию, когда с добром ему, либо когда уже более грубо и то, что надо слушаться. Мы не играем. Филу почти три года. С четырехмесячного возраста он состоит на службе в полиции Одинцовского округа. Работает по разыскному профилю, ищет людей по запаху. С самого начала служит в паре с полицейским кинологом Никитой Овчаренко. Вместе они выезжают на кражи, убийства, разбои, помогают в раскрытии преступлений, а иногда и сами их раскрывают. В свободное от выездов время Фил оттачивает свое мастерство. Тренирует нюх. Его напарник Никита на службе уже три с половиной года. Признается, что работать с животными ему проще, чем с людьми. Сейчас у него дома живет ротвейлер, а Фил иногда приходит в гости. Никакой агрессии, конкуренства нет. Единственное, что ревность, что у нее, что у него. Когда кого-то начинаешь гладить, сразу подбегает вторая собака, чтобы ее тоже гладили. Маша недавно окончила четвертый класс. Собак она любит и хотела бы завести такого питомца. Однако пока у нее дома живет лишь попугай. Зато она смогла погладить служебную собаку и даже стала жертвой демонстрационного ограбления. Но Фил взял след и нашел грабителя. Мне понравилось то, что именно собака может отыскать именно наркотики и вещь злоумышленника и может найти вора. В летнем лагере на базе 17-й школы в Трехгорке отдыхали 50 детей. Ежедневно для них проводили различные мероприятия. Но самым интересным стала завершающая смена встречи с кинологами. Ребята очень довольны, очень много мероприятий. И вот сегодняшний последний день оказывается самым замечательным. Дети очень любят животных. Мы как бы в школе работаем, с ними говорим и прививаем любовь к животным. И дети видите, как рады. Они с удовольствием участвуют в этом мероприятии. И мы, как дети тоже. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.